мои подписчики и мои зрители буду делать домашнюю лапшу с травами с итальянскими травами там даже немножко паприки из в этих итальянских травах соль мука вода такая довольно горячая посеваем муку я нашла бабушкина сито я же как будто бы с бабушкой готовлю рассеиваем муку делаем горку такую горку делаем углубление высыпаем сюда соль высыпаем сюда травы и перемешиваем уже сразу запах пошел трав ароматный запах трав делаем горку делаем углубление вливаем сюда подсолнечное нас масло 2 столовых ложки по моему тут меньше но у меня было масло для руками страшно и сюда водичку потихоньку горячая вода потихоньку и замешиваем тесто не прилипало к рукам смазываем луки подсолнечным маслом я обожаю это тесто на теплой воде потому что когда ты с ним занимаешься она такая теплая приятная в общем одно удовольствие заниматься таким тестом все подбираем и вымешиваем вымешиваем буквально минутки две-три хорошо у нас там все и травы разошлись и соль и масло модная штука ну я очень люблю азбина цвет мне нравится вымешиваем вымешиваем вымесили хорошо видите какое оно тепло еще класс и накрываем тарелочкой оставляем хотя бы на полчаса так чуть-чуть мешануть чуть-чуть и разделим на четыре части думать так будет легче раскатать припыляем немножко раскатываем до тонкого состояния где раскатала достаточно тонко хочется еще потоньше смотрите как только теперь присыпаем мукой я хочу так свернуть вы смотрите как она красиво получается вообще чуть-чуть досточку смело готовьте вообще так все легко и просто главное хотите не бояться и тоненько нарезать нарезаем ну а походу я вас хочу пригласить на мой youtube канал в виктория куба готовить вкусно просто там у меня много рецептов я что-то приготовлю с домашней лапши обязательно сниму можно наверное тоньше еще нарезать но мне кажется так смотрите как у нас красиво получается все теперь их пора сравнять все раскручивать ну проделать это со всеми кусочками тесто и потом выложить на мазетку или еще на какой-то и дать немножко просушиться а вообще можно и сразу варить напишите если вы делали как у вас получилось мне кажется должно быть очень все развернула лапшички на пергаментную бумагу я еще забыла вам сказать что у меня же есть плейлисты и там плейлистах у меня блюдо под разными рубриками так сказать горячим для дата у меня солянка рассольник порщик без мяса зеленый борщик там в общем очень много всего вкусного посушить можно же и по-другому не тут пока заканчивала подумала можно же и по-другому такие полосочки нарезать потом сложить друг на друга разрезать можно всех вместе можно и не всех вместе и тонко нарезать вот получилось сколько лапши я нарезала длинненькую и короткую можно варить а можно дать хорошо высохнуть и сложить к емкость и спрятать